Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет чесночный хлеб и с укропом и с сыром. У меня килограмм просеянной муки, растительное масло, сыр, укроп, чеснок, 2 куриных яйца, сливочное масло, пачка сухих дрожжей, соль и сахар. Начинаем! Мука, добавляем чайную ложку соли, столовая ложка сахара, пачка сухих дрожжей, 2 куриных яйца. А вот желточек мне нужен будет, поэтому я его сюда добавлять не буду. Так, немного всё перемешиваем. Добавляю растительное масло, не знаю, может быть грамм 100. Начинаю добавлять тёплую воду. Друзья, вы можете использовать тёплое молоко. Самое главное, чтобы жидкость была тёплая, чтобы наши дрожжи начали быстро работать. И вымешиваем тесто на столе. Тесто нужно вымесить очень хорошо, чтобы наш хлеб был такой воздушный. Вымешиваем тесто. Всё. Тесто я вымесила. Закрываю полотенцем. И пусть тесто подходит. Ну, час где-то. Ждём. Готовим чесночное масло для хлеба. У меня здесь мягкое сливочное масло, мелко нарезанный укроп, чеснок я натерла на мелкой тёрке. Добавляем сюда один яичный желток. И всё хорошо перемешиваем. Вот обратите внимание, друзья, какое у меня мягкое сливочное масло. Вот такое должно быть. И вот этим маслом мы будем смазывать хлеб. Хорошо растираем так вот. Ну, всё, готово. Сыр у меня российский. Вы можете брать любой твёрдый сыр. Друзья, и вот нарезаем вот такими полосочками. Вот обратите внимание. Мы этот сыр потом будем класть внутрь хлеба. Тесто подходит час. Вот так оно подошло, друзья. Так вот, берём аккуратненько. Обминаем. Выкладываем из чашечки. И кладу на противень. И вот так хорошо-хорошо я распределяю тесто по всему противню. Оно у нас сейчас ещё подойдёт. Вот такой у нас, друзья, будет большой хлебушек. Ну, а что мелочиться? Сделали так сделали на весь противень. Хлебушек у нас получится. Или лепёшечка такая. Посмотрим. Конечный результат. Ну, что это будет вкусно? Точно знаю. Проверено. Готовила неоднократно. Так, соседи вовремя делают ремонт. Когда мы снимаем видео. Вот так я уложила тесто. Пусть подходит минут 15. Вот так хорошо подошло тесто. Теперь я беру и делаю надрезом. Вот таким образом. Вообще, может быть, нож нужно было взять потоньше. Может быть, лезвие нужно было взять. Не знаю. Так. Ну, у меня хлебушек большой такой, поэтому... Сейчас посмотрим, сколько делать будем. Так. И чесночным маслицем смазываем всё наше тесто. Выкладываю всё масло, которое у меня есть. Пирог, так пирог. На весь противень. Ничего страшного. Съедим всё. У нас аппетит хороший. Так. Теперь вот беру вот кисточку. И кисточкой хорошо-хорошо смазываю весь пирог. Так, друзья, смазали, да? Теперь я беру и кладу вот сюда сыр. Вот в эти... Что мы делали с вами надрезом? Вот таким образом. Вот сюда маленький кусочек кладу. У нас будет хлебушек и чесночный, и сырный, и зелень будет присутствовать. В общем, это будет вкусно. Очень. Таким образом, друзья. Так вот. Вовнутрь сыр давливаем. И вот мы, ой, аккуратненько, и вот так вот сюда кладём. Вот такой у нас получился хлебушек. Теперь ставим в духовку при температуре 180 градусов минут на 30. Друзья, ну что? Вот такой у нас получился чесночный хлеб. Обратите внимание. Можно было, конечно, тесто раскатать по-другому. То есть, сделать колобочек. Было бы в диаметре поменьше и повыше. Но я вот таким образом раскатала. То есть, наш хлебушек получился побольше в объёме и потоньше. Если, допустим, есть у вас такое вот большое блюдо, его можно вообще выложить на большое блюдо. Но у меня такого блюда большого, к сожалению, нет. Смотрите, как хорошо он поднимается, да? Смотрите, какой хлеб. Друзья, это не хлеб, а песня. Сыр тянется. Вкуснятина. Вот кушаю хлеб. Во-первых, он снизу хрустящий. Сверху чувствую такой чесночный аромат, вкус. И сыр. В общем, всё в тему. Готовьте вместе с Еленой вот такой вкусный чесночный хлеб и с зеленью, и с сыром. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видео в соцсетях со своими друзьями. Я вам желаю приятного аппетита, отличного настроения, хорошей погоды. Друзья, готовьте чесночный хлеб с сыром и укропом. Это очень вкусно. Всем удачи. Пока. Ну, а мы будем кушать. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok